так я начинаю рассказывать сначала мы немножко усилим теорему каши это бывает полезно значит такая теорема пускай функция f непрерывно в области область у нас всегда открытое множество просто все так называется игломорф на всюду кроме всюду кроме точек прямой параллельный вещественный оси может быть кроме точек значит каких-то на прямой действительно мнимая часть z равно каком-нибудь число тогда утверждается что форма f от з дж замкнут область мы доказывали эту теорему без второго предположения более слабое утверждение ну смотрите доказательство такое нам нужно доказать что интеграл f от z дз обращается в ноль по границе любого прямоугольника лежащего в области больше нам надо доказать ну чтобы строить первообразно ну почему это так ну во первых если прямоугольник не пересекается с прямой вот этой вот мимой часть з равно а то это верно это нужно если прямая проходит через одну сторону то это верно потому что можно сделать предельный переход функции непрерывно все теперь если наш прямоугольник последний случай пересекает эту прямую минимой часть z равно а то можно этот контур разбить в два в одном мы идем в ту сторону во втором в другую сторону интеграл равен сумме двух интегралов по маленьким прямоугольник ну для каждого из них предыдущие рассуждение очень простая теорема вот теперь ну нам понадобится может не очень так уж понадобится но все-таки надо сказать напомнить для некоторых некоторые знают некоторые не знают да что такое индекс замкнутый кривой относительно точки значит у нас зафиксирована . а в комплексный прямой вот прямая вот . и пускай ну и что можно сказать все дело фундаментальный групп и один от это группа это группа очень простая она изоморфно целом число ну потому что это множество это есть топологически окружность умножить на луч напрямую и пи один там такое же как у окружность которая z но изоморфизма вот вот так вот этого их два но есть один и другой такой же умноженный на минус один отличаются они знаков мы фиксируем математический изоморфизм при котором однократному обходу вокруг точки а в положительную сторону от оси ординат к оси абсцис это направление исторически считается ну положительно комплексном анализе и оно удобно действительно особенно многомерно анализ вот так вот такому обходу ставится соответствие единичка в группе целых чисел которые вот тут живет вот ну таким образом мы сопоставили любой замкнутый ну кривой не проходящий через а число целы которое и называется индексом этой кривой относительно точки а ну и обозначается скажем вот так и от гамма а гамма это наша кривая отображение окружности непрерывно в цепи замк ну вот у этого числа есть замечательное выражение комплексное которое связано с большей частью нашего курса задач для вас вы легко ее решите может быть послушав что дальше будет происходить что это число у него есть замечательное интегральное выражение это равно по-моему так единица на 2пи интеграл гамма от формы очень простой но очень хороший и очень важный дз делить на з отнять а то и гамма участвует и а надо доказать что индекс этот сколько раз кривая обходит вокруг а считается таким образом вот ну вот теперь интегральная формула ну каши значит теорема пускай функция л гламорфно гламорфно в область и точка а лежит в области этой и путь замкнутый гамма не проходит через точку а и стягиваем в этой область гамма не проходит чиза и плода этого и стягиваем тогда утверждается что верно вот чего если взять похоже на выражение на индекс который я только что писал интеграл по гамма f от z dz делить на z отнятия видите я только наверх добавил f то это есть оказывается f от а умножить на тот самый индекс пути гамма замкнутого пути гамма замкнутого относительно точки а конечно вот доказательства ну смотрите какое доказательство например определим функцию такую g которая равна а вот f от z минус f от а делить на z отнятия отличных от а а при при z равном а определим ее как предел который конечно равен производной в точке а в точке а рассмотрим такую функцию Но эта функция непрерывно в точке А по строению, это предел, в точке А ее значения, и она гламорфна, очевидно, вне А. Следовательно, по теореме Каши, уточненной, с которой мы начали, интеграл по гамма от этой функции g равен нулю. Следовательно, наш интеграл равен интегралу по гамма f от А, видите, там было z, а стало одно число, делить на z отнятия. А этот интеграл равен 2π умножить на f от А и умножить на индекс. Тут как раз используется задача. Следующая теорема, наконец-то, я про нее три раза говорил, ну и она легко доказывается, извинена, очень важна. Эта теорема такая, что гламорфная функция... Разлагается. Степенный ряд. В любом круге гламорфность. То есть всюду, где она дифференцируема в круге, только надо, конечно, она разложится в степенной ряд. Эта теорема. Так, ну, делается так. Во-первых, f от z мы знаем уже равно единица на 2π интеграл по гамма f от t делить на t минус z. ДТ. Мы только что теорему доказывали. Где гамма окружность, которая пройдена один раз в положительную сторону, чтобы индекс пропал, а вместо него было плюс 1 в этом случае. Дает число 1 и исчезает. Смотрим на то, что под интегралом написано. Интегралом там произведение, в котором важную, главную, может быть, для нашего рассуждения роль играет такая простая функция. Единица поделить на t минус z. Ну, смотрим, что это такое. Это элементарное преобразование. Я вынес снизу t за скобки в знаменателе. И это есть единица на t, а в скобочках сумма геометрической прогрессии. Вот главное в этой науке, да и во многих других, знать формулу для суммы геометрической прогрессии. Сейчас, секунду. Хорошо. Ну что, можно подставить это элементарное равенство в интеграл. Получим, что f от z равно 1 на 2π, то же самое, что было написано, интеграл по гамма, и тут сумма ряда. Сумма ряда, можно так написать, это z в степени n f от t делить на t в степени n плюс 1. dt, конечно. Вот. Но этот ряд, это называется, нормально сходится. Но это больше такое. Надо взять z, которые меньше, чем какая-то константа и меньше, чем радиус окружности. Тогда этот ряд сходится абсолютно равномерно и вообще замечательно. И поскольку он так замечательно сходится, то интеграл от суммы равен, конечно, сумме интегралов. И можно проинтегрировать поощренно, и мы получаем сразу же, что f от z равно сумме а nt на z в степени n. Где а nt равно, ну это как раз то, что там стоит при z в степени n. Единица на 2π, интегралка, модуль z равно вот этому самому c, f от t делить на t в n плюс 1. Вот это доказание. Наконец-то. Видите, сразу же это, ну я просто хочу сказать, что в вещественном анализе ничего такого, конечно, нет. Там совсем другие эффекты, а тут вот одна производная есть и сразу же очень сильное условие, что функция в круге раскладывается в ряд тыла. Свой на самом деле. Ну в степенной ряд покажется, но мы скоро покажем, что это тетейл. Так, идем дальше. Дальше надо упомянуть полезно, называется она теорема Мореро. Простая теорема, она такая, что если функция f непрерывно, всего лишь, и форма f от z в первое условие, второе условие такое, что если вот эту форму записать, умножить на dz и потребовать ее замкнутости, форма замкнута, то функция f гламорфна в области. Да, она была задана на область. У нас так всегда. Ну, доказательство какое. Форма замкнута, значит, локально функция f обладает примитивной. Но это примитивная. То есть такой функции, что d от нее это f от z дz. Ну, это примитивная, по определению просто уже гламорфна. Значит, она раскладывается в ряд, который можно бесконечно через раз деференцировать. А наша функция f есть ее производная. Все. Ее тоже можно бесконечно. Ну, нам нужно хотя бы один раз деференцировать. Ну, и бесконечно. Ну, число. Можно. Так. Следующая теорема – это версия интегральной формулы Каши. Теорема теоремы, по-моему, четвертая. Да, там было две. Еще вот эта. Третья теорема. А эта четыре. Третья теорема – это версия интегральной формулы Каши. Значит, ну, я буду, если есть компакт с хорошей границей, то я буду рассматривать на его границе ориентацию положительную, направление обхода. Мы обходим так, чтобы этот компакт оставался слева. Видите, он и здесь слева, и здесь тоже слева. Вот. Тогда говорится, что если в окрестности этого компакта функция F гламорфно, то тогда интеграл вот по так ориентированной граница от формы F от Z DZ равен нулю. Вот. А теперь, если точка А внутри компакта, то я постараюсь уместить то же самое. что мы делим на Z отнятие А равен 2π на F от А. Еще раз. Это верно при условии, что А лежит строго внутри этого компакта. А если снаружи лежит, то, конечно, ноль, потому что это вытекает из первого равенства. Но эту теорему я даже оставлю вам. Красивая теорема и простая. Вот. У нас все было сделано. Так. Ну давайте какие-нибудь важные теоремы докажем. Во-первых, неравенство. А у Каши, кстати, тоже тут много результатов лежит в Каши. Великий математик, живший 10 лет назад с хорошей точностью. Во Франции. Вот. Ну, значит, смотрим. Мы доказали, что F от Z равно интеграл по гамма F от T ДТ делить на T минус Z. Где гамма граница круга, в котором функция гламорфна. Мы считаем, что функция гламорфна в чуть большем кругу всегда. Функция гламорфна. И что гамма это, опять же, проходится в положительную сторону. При помощи, значит, формулы для суммы геометрической прогрессии мы получили что? Что F от Z раскладывается в степенной ряд, где коэффициенты равны следующему выражению. Это я по памяти напишу, даже могу смотреть. Вот оно. Значит, интеграл F от T делить на T в степени N плюс 1. ДТ. Ну, значит, если модуль F от Z... Сейчас, секунду. Модуль F от Z не больше, чем число N, которое зависит от радиуса. Радиус равен R у этого круга. То мы получаем сразу же оценку важную, которую мы будем несколько раз, наверное, использовать. Что модуль АН не больше, чем M от R делить на R в степени N. Подумайте, почему. Ну, потому что интеграл сам по окружности радиуса R, там 2P сокращается, но это R, оно сокращается с N плюс 1 степенью и остается N степень, когда мы пишем оценку элементарно. Это неравенство, значит, Мукаши. Вот и есть. Так, следствие. Удивительное следствие. Оно такое. Теорема Леувилля. Называется. Сегодня много теорем. что если функция F на всей комплексной прямой гламорфно, аморфно и ограничено, то она констант. Ничего другого быть не может. И бывает гламорфных одновременно и ограниченных функций на всей комплексной прямой, ну, кроме константов. Константы, конечно, бывают, но больше не бывает. Вот синус, например, от Z – неограниченная функция, потому что она непостоянная и гламорфная. Ее можно продифференцировать, потому что она есть, на самом деле, комбинация экспонентов. И косинус точно так же. И много-много всяких других функций. Ну, доказательств. Смотрим на неравенство Нукаши. Тогда мы, устремляя радиус в бесконечность для ограниченной функции, мы получаем, что все аенты, кроме первого, нулевого, то есть кроме а0, что они все обращаются в ноль. Если я же стремиться к бесконечности, мы сразу же получаем такую штуку. Все, доказательства закончены. Ну, давайте еще какое-нибудь следствие, которое тоже звучит удивительно. что нету очень простое, но очень полезное, очень важное следствие, которое эквивалентно теореме Леувили на самом деле тоже. что нет, не существует бигаломорфного. Я буду часто говорить такое слово. Это значит, что и само отображение гламорфное и обратное к нему. отображение между комплексной прямой и единичным диском в этой прямой, который мы обозначим через Д. Ну, тут можно по-разному совершенно. Можно сказать, что такое отображение само по себе есть гламорфная функция ограниченная. И это не бывает. И это, конечно, доказательство совершенно нормальное. Но можно так. На диске существует бесконечно много ограниченных гламорфных функций. Ну, например, функция з гламорфных, з квадрат, любой многочлен, ограничение экспоненты на диск. Ну и так далее. Бесконечно много ограниченных гламорфных функций. Если было бы отображение бигаломорфное, то эти функции переносились бы обратно на С на ограниченные гламорфные функции. Но таких не бывает. Такое следствие. Еще следствие. Основная теорема алгебры. Так. Который говорит вот чего. Ну, нужно доказать, что у любого многочлена П степенью, по крайней мере, один, есть хотя бы один корень. Ну, как это делается? Ну, давайте от противного при помощи чаремы Леувилья. Давайте допустим, что есть такой многочлен П без корня. Тогда надо... Ну, что надо с ним делать? Сам многочлен стремится к бесконечности, когда Z стремится к бесконечности. При Z стремящемся к бесконечности. Ну, значит, единица на П функция стремится к нулю, когда Z стремится к бесконечности. Ну, значит, функция единица на П ограничена. Ну, почему? В окрестности бесконечности, если мы выбросим круг какой-нибудь, она уже маленькая, ну, около нуля. А в круге, в замкнутом, она непрерывно, ну, значит, она не больше, чем какая-то константа. Значит, она и повсюду, во всей плоскости, она не больше, чем константа. Около бесконечности, в некомпактной части, она ограничена, ну, потому что стремится к нулю. А в компактной части она непрерывно, иначе тоже ограничена. Надо выбрать максимальную константу, как там обычно делают. Ну, вот, противоречие. Мы получили гламорфную функцию и ограниченную, и не константу, потому что степень больше линии, больше ли бромон. Следующая теорема. Наверное, теорема пятая. Значит, такая теорема, что значение, ну, в нуле пускай угломорфной, но функции, это есть среднее значение по любой окружности с центром в нуле. Такое, что весь диск, ограниченный этой окружностью, лежит в области гламорфности, естественно. То есть во всех этих точках она дифференцирована. Ну, доказательство. Значит, выражение для А0, которое дается из формулы Нукаши, которое равно, ну, просто значению функции в нуле. Это есть, чего там, единица на 2π, я поставляю соответствующее выражение в формулу Нукаши для коэффициента f от t dt. Делить на t в первой степени. Это я взял выражение для нукаэффициента. Дальше, ну, что надо сделать? Надо подставить t равно, да, а r – это радиус этой окружности. Значит, надо поставить запараметризованный радиус. Что мы тогда получим, когда поставим? Ну, давайте подставлять единица поделить на 2π, как было. Дальше, интеграл снизу r, e в степени и φ, а сверху f от r в степени и φ. Е в степени и φ умножить на r умножить на e в степени и φ. А, еще, наверное, на i надо умножить. Ну вот, все сокращается, очень много чего остается. Единица на 2π умножить на интеграл уже будет с нуля до 2π. Это по определению есть среднее значение, о котором я говорил. Надо разделить на 2π, конечно, на длину единичной окружности. Так. Ну, хорошо. Следующая теорема. Ой, уже даже шестая. тем шестая. Она говорит вот чего, что нули гламорфной функции, непостоянной, конечно, изолированная. Да, я забыл, я всем советую. Я просто столько раз делал, что забываю про это рассказывать. Мне кажется, что это очевидное замечание, что, ну вот, например, теорема Леувилля о том, что гламорфно и ограничено, то обязательно констант. Такой вещественной теоремы и в помине нет. Сколько угодно функций дифференцируемых, аналитических на всей прямой, которые ограничены. Ну, я не знаю, синус там какой-нибудь, ну и так далее. Сколько угодно. Единица на х квадрат плюс один, арктангенс, сколько угодно ограниченных, даже бесконечно гладких функций. Надо всегда, ну подумайте, а есть ли какой-нибудь вещественный аналог у той теоремы, которая сейчас происходит, ну или происходило, если про это вдруг я не рассказал, ну или там, ну вы слушали. Чем-то теорема существенно, ну комплексная. Так, а тут у нас, значит, тоже я вот это рассказывал. Конечно, в вещественном случае ничего такого нету. Знаете, ну самый яркий пример, все должны знать, какой-нибудь такой функция, которая слева от нуля есть просто ноль, а справа от нуля она положительная и там равна е в степени минус 1 9 на х. Эта функция бесконечно гладкая на всей вещественной, ну прямой. На комплексной нет. На комплексной она довольно ужасна. Ну подумайте. Ну, кстати, она класса С бесконечность. И вот ее нули не изолирован. Утверждается в этой теореме, что в комплексном мире такого не бывает. Ну вот. Ну, значит, давайте рассмотрим нашу функцию f в окрестности какой-нибудь точки своей. z0. Ну, мы знаем, что f раскладывается в ряд степенной. прям равенство. Значит, или этот ряд обращается в ноль вообще, либо этот ряд обращается в ноль вообще, либо этот ряд обращается в ноль. И функция f начинается с ненулевого нулевого 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 члена. И функция f имеет такой вид. И вот можно вынести самую маленькую степень с ненулевым нулевым нулевым коэффициентом. где окаты и ноль. Ну, следовательно, наша и наша функция f, а вот то, что стоит в скобочках, не ноль в какой-то окрестности точке z0. Значит, наша функция f не ноль, но уже только в проколотой окрестности точке z0. Ну, если k – единица или больше. Ну, таким образом, множество нулей обладает таким свойством, что все его, ну, точки, они либо изолированы в области, либо внутренние. Ну, могло быть, что область не связана, и функция f на компоненте какой-нибудь обращалась в ноль, такое может быть, почему нет, а на другой компоненте вот изолирована. Ну, вот. Более четко попробуйте доказать задачу, решить такую задачу. Докажите, что множество нулей вот прямо действительно образует связанные на компоненты области. Так, задача. что если взять множество такое, взять его внутренние точки, то это и есть объединение связанных, ну, компонент, линейной связанности. Надо взять еще раз множество нулей и взять все его точки, которые внутренние. то это все вместе есть объединение компонент, ну, каких-то компонент связанности. Молодец. Молодец. Так. Еще важная задача. Уже, значит, более индустриальный. Значит, ну, во-первых, у каждого комплексного числа и нулевого есть, давайте его запишем в тригонометрическом виде, у него есть ровно К корней степени К. Многие из вас уже это хорошо знают, и они сдаются формулой, я надеюсь, не соврать. Значит, нужно ФИ разделить на К и прибавить еще 2П. Только здесь напишем Ж, а не И, потому что И у нас совсем другое число. И плюс такая, плюс синус от такого же числа. ФИ разделить на К и поделить на К плюс 2П на К. Ну, значит, вот у каждого числа, которое не нулевое, есть ровно К корней. Пускай у нас есть область, которая живет, лежит в С без нуля, и которая связана и одна связана. Во-первых, связана, давайте допустим, а во-вторых, одна связана. Одна связана – это значит, что любой замкнутый путь можно стянуть в точку в классе замкнутых путей. Ну или одно и то же для тех, кто хорошо это помнит или понимает, что П1, фундаментальная группа, обращается в ноль. Значит, задача, она стоит вот в чем. Надо доказать, что в этой области У есть ровно К непрерывных функций Ф, таких, что Ф в степени К от З равно З. что корней как функции, как функции рассматриваемых ровно К, но при условии вот таком, что У должно быть связано и односвязано. Если У – это просто проколотая прямая без нуля, то ничего такого не получится, там нет ни одной такой функции. Но если наше множество не обходит, грубо говоря, точку ноль, то там все хорошо. Там этих функций ровно К, непрерывных функций. Значит, существует ровно К. На этом множество У корней степени К и З. Теперь обсудим, это тоже входит в задачу, что все эти корни, все такие функции, они кроме того, что непрерывные, они еще и голоморфные. Ну, я не буду скрывать то, что они голоморфные, доказываются примерно так. Ну, смотрите, наши функции есть на самом деле обратные к функции З степняка, которая, конечно, голоморфная. Ну, там, где они определены. А эта функция, она голоморфная. Ну, значит, обратная к ней тоже голоморфная. Ну, почему? Потому что, во-первых, она по теореме об обратной функции вещественной. Есть обратное отображение вещественное, которое бесконечно дифференцируемо дальше. Есть вещественное отображение из части плоскости R2, которая есть, конечно, С, в часть плоскости R2. И это вещественное дифференцируемое вещественное отображение. Но производная будет автоматически комплексным оператором. Поэтому эти обратные функции будут голоморфны автоматически. Это можно и явно проверять, считая производным явно, а можно вот не явно, как я только что рассказал. Теперь идем дальше. Ну, скоро уже конец. Значит, смотрите, рассмотрим голоморфную функцию F. Пускай она не постоянно в окрестности точки Z0. Тогда ее ряд отличен от констант с центром в точке Z0. Покажем, что для такой непостоянной функции есть такое число K, что F от Z равно F от Z0 плюс H от Z степени K для некоторой гломорфной функции H. Сейчас, простите, у меня занятие идет, пожалуйста. Такой видит. Значит, F голоморфная. Тогда есть H голоморфная. во-первых. Во-вторых, H от Z0 это ноль, а производная H в точке Z0 не ноль. Мы хотим доказать, что есть такая функция H. Это дольше писать, чем понимать. Ну, смотрите, как это, значит, доказывается. Разложение Нутейлора для разности F от Z минус F от Z0. Оно начинается с какого-то не нулевого члена, а Z минус Z0 степени K. Где K больше бы равно чем 1. Ну, посмотрим на функцию теперь. Теперь вот такую G от Z равно F от Z минус F от Z0 делить на Z минус Z0 степени K. Эта функция аналитична там же, где F и не обращается в ноль в точке Z0. Ну, почему она голоморфна в точке Z0? Образ небольшой окрестности точки Z0 лежит в односвязанном множестве. Поэтому можно взять композицию с одной из ветвей корня степени K, который мы только что обсуждали. И получим голоморфную функцию, как композицию двухголоморфных. Ну, проверьте, значит, мы получим такой на композиции голоморфную функцию L. Надо проверить, что H от Z равно Z минус Z0 степени R, не степени R, а умножить на R. Удовлетворяет условиям теоремы. Теперь, смотрите, еще теорема, счет которой я потерял. Принцип, она называется в этой науке, некоторые теоремы называются словом, принцип сохранения, не знаю почему и кто так придумал области. Ну, значит, будем говорить, что голоморфная функция, определенная в области, нигде не постоянно. Если ее ограничение на любое открытое подножество, подобность, непостоянно. Только непустое надо добавить, что мы ограничиваем на непустое. Такое техническое определение, что значит, что функция F нигде не постоянно. Это 1, а это на самом деле 2. То утверждается, что образ всей области открыт тоже. Ну, то есть, тоже является областью. Образ открытого множества открыт. Удивительный факт. Ничего такого вещественных, бесконечно гладких отображения плоскости или кусочка плоскости нету. Самый простой и важный пример – это отображение складки. Отображение, значит, такое xy точка с координатами xy переходит в x квадрат y. Это отображение, оно переводит всю плоскость в замкнутую полуплоскость. Совсем не в открытое множество. То есть, оно не будет гламорфно в некоторых точках, ни в каких координатах. Так. Ну, докажите эту задачу. Давайте. Ну, на самом деле, я только что вот тут говорил про функцию h. Это как раз для доказательства этой теоремы. Так. И давайте последнюю на сегодня теорему, которая называется принцип максимума. Значит, пускай у линейно связана, то есть любые две точки соединяются непрерывным путем. Лежащим в у. И на у пускай есть функция f. Гламорфная, конечно. Сегодня все так. Ну, пускай, ну кроме этого, она непрерывно… в замыкании. Тогда утверждается, что модуль f достигает своего максимума, на границ. Если вообще достигает максимума, то… А если он достигается, ну кроме этого, в какой-то внутренней, точке… Кроме этого, могло же так быть. Ну, оказывается, что не могло. то тогда f равно констант на всем этом множестве и даже на его замыкании. Модуль f достигает, значит, максимума на границе. Ну, это легко следует из принципа сохранения области. Подумайте, как. Ну, действительно, если внутри, то надо взять шарик вокруг этой точки. Он перейдет в открытое множество. Можно сделать больше максимум. Максимум от модуля. Поэтому… Вот и все. Это очень важные, важные геометрические теоремы. Простые. Принцип сохранения области и принцип максимум. Ну, пожалуй, на этом на сегодня все. Так. Секундочку. Я сейчас в чат попробую положить мой конспект, который, конечно, появится тоже на сайте. Вот. Листочка. Нового пока что нет. Но, может быть, скоро появится. Может быть, даже сегодня. Я подумал. Значит, давайте я вернусь через 15 минут, скажем, в 7.05, например, и буду здесь. Призываю всех сдавать задачу. Да, еще раз. Чтобы сдавать задачу, ее лучше как-то записать, сфотографировать и мне прислать. Потом я ее, по крайней мере, читаю и лучше, чтобы я мог что-нибудь с вами разговаривать при этом. Все. Вопросы есть какие-нибудь? Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...